меня зовут алексей я веселый фронт разработчик и я использую svg перед тем как перейдем к самой магии давайте разберемся по основам познакомимся к тех же тех кто еще не знаком и так что такое свечи и свг это формат графики которая позволяет двумерной графики которая позволяет взаимодействовать и избежать избегать всех тех проблем которые мы имеем с растром основная разница векторной графики и растровой то что растр это пиксель если еще красивая клиенте доволен если свг это математические формулы красинка картинка построилась на всех экранах все счастливы ответим на вопросы почему именно svg можно конечно знать вот почему когда аймак вы аймак выпустил и аймак с разрешением 5к да не помню когда это было года два назад наверно вот и там в интернете ходила эта шутка что apple выпустила специально этот монитор для того чтобы вы почувствовали насколько плохой у вас монитор потому что тогда разрешение было но проблем ну причина не только в этом потому что сейчас есть и телефоны с разрешением 4к честно не знаю зачем пихать телефон разрешение 4к ну снова же вот и у нас есть очень ряд больших устройств ряд устройств с разными разрешениями с разными размерами экранов и в наших сайтах наши сайты они не лишены графики поэтому нужно решение 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 какое-то решение которое избавит нас от этих проблем то есть основная причина то что sg он он масштабируемый и разрешение независим то есть у нас используется одно изображение и для всех для всех экранов то есть вот эти ребята да они разрешение зависим это два из своих файла у вас будет ссылочка на презентацию сможете посмотреть зайти посмотреть на код да еще один момент я вот когда начали только появляться вот эти вот крутые экраны реки на то модное слово до сих пор даже есть и приходилось перестать вырезать картинки в двух форматах как мы знаем там обычный и собачка двоечка до 2x потом двойное изображение и честно ну все мы ленивые мне так было лень вырезать вот эти данные изображения потому что вам нужно было ну блин а сейчас нужно вырезать но может не два пусть там 10 изображений до обычные берем там обычные 2x потом 4x и может будет там 10x я не знаю вот поэтому свк свг решает эту проблему так с этим познакомились с ребятами дальше код свг человека понятный ну понятно года что здесь не что же что здесь нет да особенно пас но это так снова же в кавычках но любом случае если мы возьмем любой код любого изображения растрова jpg и так далее там будет набор каких-то крикозябликов и мы не поймем что находится если мы уже более-менее поработаем мы поймем что здесь вроде бы что-то нам знакомы дальше свг очень что может быть сжат и минифицирован то есть примерно цифры видите следующее и отличная поддержка браузерами то есть как бы видите так почему свг гибкий четкий на всех экранах и размеров относительно маленький размер файла что означает относительно то что мы не берем не создаем 10 файлов одного того же самого изображения у нас одно изображение и для всех экранах она идет меньше мы свг можем применять разные стили так свг шный код он является состоит из скобок атрибутов и тегов по сути мы можем работать с ним как с html элементом применять стили и так далее можем работать с джейс так как он находится в нашем доме можем с ним работы же вас криптом манипулировать перемещать и так далее ссылки ховы с обычным изображением мы не можем это сделать ну не считая работая с целым изображением анимируем то есть мы можем анимировать любому дому ну и поддержка браузеров и прошлый слайд вы увидели здесь должна быть шутка про интернет-экспорер да ну как я написал что интернет-экспорер поддерживает нормально начиная с девятого браузера то все окей давайте посмотрим как выглядит наш код свг так с маленьким мышь знакомые нам уже теги атрибуты свойства некоторые свойства допустим филы и так далее это те которые свойства касается только свг и важный момент когда мы мы видим да такой код и не подготовленному зрителю он подумает не изучать вот эти все пути это или я должен быть там человеком дождя да знаете этот фильм чтобы понимать и увидеть на видит этот код и в представить следующий на самом деле нет любой вектор на любое векторное изображение можем перевести в формат который можем использовать в html любым векторным редактором иллюстратор скетч коралл что там еще есть инскейп да то есть без проблем взяли изображение save ssvg вставили ваш проект и работают и сейчас когда мы экспортируем любое изображение доктора там может быть отчасти мусор как говорили ребята что нужно оптимизировать изображение поэтому существует ряд инструментов я этим использую можно использовать во всех сборщиков проектов там есть специальные плагины которые делают это автоматом и так где мы используем sg логотипы иконки элемент интерфейс интерфейсов инфографика формы от формы я обожаю использовать sg формах дальше расскажу почему проводеры и анимации но перед тем как разберем конкретные примеры где и как можно их использовать давайте разберем каким образом мы можем встраивать sg в наш проект sg можем использовать как я буду говорить sg sg понятно как обычное изображение подключили через take amg как мы знаем подключили через бэкграунд имидж все отлично и плюсы и минусы то есть изображение накешируется по умолчанию то есть если несколько раз запросили все отлично но мы не можем с этим изображением css взаимодействовать то есть не hover и не не какие-то экшены не можем javascript использовать и css анимация будет работать если она про внутри самого следующий момент этот момент мне очень нравится мы все знаем что изображение можем вставить когда-то юрида то есть это набор вот таких вот такая длинная колбаса символов и она сработает где его хорошо использовать когда у вас в проекте используются какие-то небольшие иконки и вам не нужно их выносить они не интерактивные просто какая-то иконка с каким-то цветом не нужно ее выносить отдельно файл чтобы с ним взаимодействовать и вставляя сфг мы можем просто взять код sg не обязательно декодировать его в b64 а просто вся вставить в css код sg это прикольно не знаю то есть мне не нужно париться я вставил сюда это работает и 10 и выше к сожалению в е9 там не работает то есть там е9 там все же нужно его перекодировать b64 когда у меня на в проекте немного иконок я вставил таким методом и то есть я уже не выше дюймель вставляю не подключаю ничем запросам css кешируется работает быстро отлично без всяких проблем снова же если мы работаем еще с процессорами мы можем использовать разные функции которые будут содержимое файла sg вытягивать в данную строку то есть снова же работать с ним будет удобно можем вставлять через object мы говорим про методы встраивания в наш проект в данном случае изображение кешируется мы можем к нему применять ховер эффекты и javascript и можно использовать фэлбэк механизм то есть например если нам все же нужно что в восьмом вот такие заказчики что хотя чтобы иконки показались в восьмом можем использовать такой метод ну лучше использовать не просто вставить изображение сюда но в данном случае у вас загрузится и sg и png файл лучше использовать такой метод то есть просто вставили див и в тех браузерах где нужно его показать старые методы айфрейм и эмбет в практике не используют мой самый любимый метод то есть мы берем код sg и вставляем его в наш html все и наши изображения наши какие-то иллюстрации они становятся частью нашего html документа и мы можем с ним запросто работать возможность использовать скрипты нет экстра запросов это очень классно что получается у нас не сервер не запросто изображение а он сразу отрендерил наш html отрисовал нашу графику и она работает css анимации взаимодействия так как у нас и свитч становится частью нашего html можем запросто с ним работать так как нам хочется то есть к свитчам можем применять любые css анимации как как к обычным элементам какие методы использовать вставки в ваш проект в зависимости от вашей задачи если вам нужно просто какая-то графика которая обычная вставляйте через бэкграунд имидж или через дата юрия если нужно вам максимальное взаимодействие используйте данными так ну и перейдем уже непосредственно к самим примером где мы будем их использовать самый банальный логотипы то есть тут если вы вам приходит дизайн или мне приходит дизайн в котором логотип сделан как растрое изображение я говорю сделал мне пожалуйста векторное изображение в свге уже сам генерирует удобно делать если вам нужно какие-то анимации с логотипом то есть видите на данном примере у меня сразу большой логотип он анимирует потом следующий пример когда у нас логотип используется в нескольких местах и в начале у меня логотип идет белый когда покручивается это тот же самый код используется он становится черным то есть с разным изображением это было бы только было бы два изображения мы его меняли здесь мы просто в свге меняем атрибут фил и отлично работал адаптивные логотипы здесь просто идет обычный спрайт спрайт по умолчанию как мы вставляем через background позиция но снова же он не зависит от разрешения экрана более интересный следующий метод адаптивных логотипов так как у нас если он является нашим html мы к нему можем применять те же самые медиа запросы и так как сам sg состоит из нескольких кусков путей групп или так далее мы можем использовать как конкретный элемент то есть на нужных нам на нужных нам breakpoint скрыть показать другой элемент у меня это бывают случаи когда попадается дизайн и там вот например вы тип какого-то там лакшери заведения там ведь эти вензеля такой сам логотип здоровый и когда я вставляю на мобильном на мобильном устройстве ну его не видно просто-напросто и мне получается нужно ли рисовать вторую версию логотипа которая поменьше или я просто его немного уменьшаю ну конечно согласованием с дизайнером заказчиком можно ли по брендбуку с ним так издеваться дальше иконки вот это вот самый интересный момент и все сразу скажут зачем нам изучать что-то новое если мы можем все использовать фонтосом да все используют фонтосом или уже нет используют правильно следующий момент почему стоит лучше использовать sg sg более семантичный что такое иконки иконки это графика правильно а фонд осон это что это шрифт получается мы пытаемся помощью текста показать графику то есть по логике хотя он отлично работает когда появились на дисплее было здорово хотя в тот момент сфг работала отлично с девятого и е все отлично больше контроль получается свежим можем сделать разноцветные иконки используя фонтосом у нас только один цвет все ничего не можем сделать иконки с анимацией проще позиционирование когда мы работа работали все с фонтосом и когда вы пытаетесь изменить размер там идут свойства используя свойства шрифта то есть лан хейт какое-то расстояние и не всегда четко можно попасть особенно на пересекли перфект или так далее используя свежи у нас есть четкие его размеры и отлично все работает опера мини кто открывал свои сайты в опера мини но есть такие отлично и как они выглядят да почему и знаете вот вроде как опера мини зачем она нужна есть классный хром браузер и так далее я думаю тоже так думал но когда я начал как только появился 3g интернет когда я начал там больше путешествовать я начал экономить трафик а что такое лишний трафик наших приложениях это красивые шрифты много графики там какие-то фоновые изображения которые никакой никакого смысла важное в любом сайте в любом приложении это контент и функциональность и опера мини она когда вы открываете ваш сайт она обрезает все фоновые изображения обрезает кастомные шрифты и когда ваш сайт построить допустим там юзер интерфейс построен на иконках фонтосом то если вы откроете в опера мини его не будет видно и и довольно интересно что опера мини пользуются не только там один процент пользователей а как видите 12 миллионов уникальных пользователей то есть это действительно реальные ну реальные пользователи и sqg в ее 8 работает в опера мини работает отлично дальше про sqg спрайты для иконок мы используем sqg спрайты по умолчанию можем использовать наш старый метод через background позиция разместили все отлично но методы есть поинтереснее мы можем в нашем sqg коде собрать несколько символов используя тег символ и у каждого тега символ есть свой viewbox и здесь идет уже каждый каждый код каждой иконке то есть нам не нужно париться с позиционированием мы просто втравим каждый элемент с нужным кодом и в дальнейшем используя конструкцию sqg use просто через айдишник мы ссылаемся на нашу иконку важный момент в данном методе чтобы вот этот вот код он был в html объявлен выше чем где мы используем данный момент еще этот метод классно использовать когда у вас на сайте логотип используя нескольких местах бывает в хэде футере и где-то еще то есть логотип в одном месте подключили но здесь он спрятан и потом через sqg use используется у меня здесь в хедере и футере используется логотип снова же довольно удобно дальше вот это вообще классный метод это для самых ленивых вы подключили sqg файл к вашему проекту и через наш sqg файл который содержит весь прайс всех иконок и через решетку подключили его но снова же не бывает идеального решения в виде не работает во всех версиях но всегда есть решение есть прикольная такая штучка sqg for everybody но она работает в том случае если она будет работать но вам нужно будет сделать картинки фэлбеки в png то есть в любом случае экстра работа есть прошлый доклад что не бывает реального решения если вам нужно сделать поддержку старых браза вам нужно сделать экстра работу так мы говорим про использование sqg элементы интерфейса сложной формах а если у вас есть мы уже там простые формы тем более сейчас весь интернет он минимум минимализм в массы то есть простые формы простые как показаться нам не нужно использовать растр растром используем только для фотографии инфографика я обожаю про графике это тот момент когда вот статические данные стали интересными то есть event менты когда команде компании заказчику нужно показать свою статистику сколько мы денег заработали сколько счастливее людей и так далее. Используя SVG, можем сделать классную инфографику. Она будет анимирована и она будет еще и responsive. То есть это вообще круто. Используя обычные изображения, вам нужно сделать несколько изображений и их показывать. Анимированный хедер. То есть если у вас какая-то... нужно показать какие-то ваши процессы в хедере. В хедере можно вставлять видео, там css анимацию сделать или еще что-то. Если это графика, лучше использовать SVG. Формы. Когда мы работаем с формами, никто не любит заполнять формы, правильно? У меня, когда я встречаю формы, которые нужно... в которых больше трех полей, у меня уже начинается паника, мне уже не хочется их заполнять. Все мы ленивые, мы не хотим тратить пол своей жизни на заполнение формы, чтобы там получить, не знаю, там, когда хотите, скажите, серию сериала, который только вышел, нужно там пройти кучу регистрации и так далее на каких-то там варазных сайтах. И используя SVG, мы можем сделать заполнение формы более, так сказать, приближенной к реальности. То есть когда мы ставим какую-то галочку, мы типа зачеркнули или поставили этот. И это все работает в CE9+, в главном месте. То есть обычные радио баттоны можем сделать тоже такие точки, они зарисовываются. Следующая форма. То есть заполняется. С одной стороны, вы можете подумать, зачем мне тратить время и тратить время и деньги клиентов для заполнения данных форм. Конечно, если у вас форма стоит только там поле ввода и там кнопка подписаться на новости, вам это не нужно. Но у меня бывали случаи, когда один период, у меня были заказы с огромными формами. Формы состоят из пяти шагов, там нужно заполнить, где вы живете, что вы там делаете, чем занимаетесь, проекты, ну короче, очень-очень-очень много. И когда вы клиенту, пользователю вашему сайту сделаете форму, которая будет как минимум не скучно заполнять, то это сразу сработает. То есть он будет как будто в своем блокноте выбрал и отлично все работает. Ну снова же, если... И на самом деле это не нужно тратить там экстра 20 часов, чтобы это все сделать. Вы там потратите плюс там 1-2 часа для того, чтобы сделать эту форму и потом повторно его использовать. Тем более реальных уже готовых решений довольно много и никаких проблем. Так, не ту сторону. Поле ввода. Вы встречали эту проблему, когда вы заполняете какое-то поле, в нем placeholder, заполнили форму. Возвращайтесь к прошлому полю и уже не знаете, где находится, что в этом поле было. Снова же, момент использования placeholder, удобно, и сама форма. Preloader. Так как у нас сайты, особенно какие-то промо, они довольно тяжелые, и мы не хотим показывать отбревистую загрузку нашего сайта нашим клиентам, мы используем preloader. Но используются что сейчас? Популярные CSS-спиннеры, да, они так называемые. То есть используют CSS. Снова же, зачем нам использовать тот метод, который для него не предназначен. Preloader — это графика, тем более здесь можно с вашего логотипа сделать preloader, там сделать, там, drawing animation, там, обрисовать его. То есть возможности крутые. Эластичность. Мы с помощью SVG можем сделать эластичность для наших интерфейсов. Зачем? Снова, это не просто там, just for fun, как говорится. Это мы делаем более пользование нашими приложениями, нашими сайтами более природно. То есть вы знаете, что в природе ничего резко не происходит. Даже когда мы там, не знаю, открываем дверь, оно все плавно. Или там, когда работаем с какими-то там жидкостями, они там вытекают или еще что-то. Здесь пример показан работы с разными интерфейсами. SVG-фильтры. В частности, здесь написано Motion Blur для тех, для любителей скорости, а просто использовать Blur, размытие. Встречайте сейчас, наверное, часто в заданиях, когда вам нужно когда-то менюшка выезжает или какой-то overlay, то задний фон, заднее изображение так размывается. Это после того, как вышла там восьмая, да, iOS, кажется. Это стало трендом впихать во все эти, во все эти, во все сайты. А нам, разработчикам, стало головной бой, как это сделать. То есть мы дублировали изображение или еще что-то. Помогает это сделать, мы скажем, есть CSS-фильтры. Да, отлично, но они не работают в E11. Вообще во всем, во всех E они работают. Используя SVG-фильтры, они работают с E10, 11, Opera Mini и так далее. То есть вы изображение можете заблурить без проблем, используя SVG-фильтр. У вас будет ссылочка. Поиграетесь, да. Знаете, такая списинка? Wiggle, Wiggle. Ну, короче, здесь... Лучше вот сейчас не играть, если это вы пропустите обед. Да, потом посмотрите. То есть это просто SVG с JavaScript, взаимодействие с мышью, и оно... Можете на своем iMac с 5k открыть, и он будет тоже четкий. Итак, друзья, это SVG. Используйте SVG. Творите с помощью SVG. И здесь, с одной стороны, я сделал вам, как разработчикам, небольшую подставу. У меня бывали случаи, когда дизайнеры приходят и говорят, слушай, Леша, я хочу сделать там какую-то супер какую-то фичу, чтобы отсюда это вылетало, это там по синусоиде, здесь появлялся логотип и так далее. Мы говорили, мы можем это сделать, но используют CSS, оно будет медленно работать, много времени и так далее. Ну и теперь, если здесь есть дизайнеры, они будут знать, что это все можно сделать с помощью SVG. Вот. Ну, такое бывает. Ну, ссылочки для Maastricht. Сном. Спасибо за внимание и ваши вопросы. Может быть, вы сталкивались с какими-то JS-овскими плагинами, которые позволяют SVG конвертировать в изображение. Ну, PNG, JPEG, возможно. И это первый. И второй вопрос. Может быть, есть какие-то еще дополнительные методы конвертации сразу в PDF SVG, чтобы экспортировать его в PDF? Первый вопрос. Не знаю, есть ли такие JavaScript библиотеки, потому что у меня был случай, когда мне нужно Raster конвертировать в Vector. А чтобы наоборот, не могу сказать. Может, есть. Если мне нужно что-то сделать, то если когда проект небольшой и немного иконок, я это делаю вручную через редакторы. И второй момент. Какую-то библиотеку может SnapSVG. Если вам для работы с SVG-шными изображениями, библиотека SnapSVG. В нее есть ряд функций, ряд дополнительных плагинов, которые позволяют работать с SVG-графикой. И там есть много интересного. Еще для анимации можно использовать GreenSock TwinMag. Насчет PDF, к сожалению, не могу сказать. Но вопрос хороший. Дальше. Спасибо. Очень интересный доклад. Хотел маленькое дополнение сделать. И есть еще вопросик. Дополнение по поводу к вниманию всем. И когда мы вставляем SVG в обжект, это удобно. Мы подстраховываемся, что у нас есть запасное EMG-тех. Но не забываем, что этот обжект станет айфреймом. И если этот обжект в ссылке, то мы не перейдем по ссылке со всеми вытекающими последствиями. Это такое маленькое замечание. Когда-то это мне снесло мозг. И насчет use. Испытывали вы когда-то баги? У меня была проблема. Роутинг на клиенте. Я убираю решетку. И в Firefox это все сыпется. Исчезают все иконки. То есть эта бага, она есть в интернете. Очень описано. Но тех решений, кто есть в интернете, мне не подходили. Мне приходилось делать просто танцы с бубнами. Были ли у вас такие проблемы именно когда убираем решетку в HTML5 history? Были ли у вас такие баги? Честно, к сожалению, не было. Ну или к счастью. То есть да, это к замечанию всем, что об этом нужно помнить. То есть когда роутинг на клиенте, ждите этих чудес. Отлично, спасибо. Леша, спасибо за доклад. Как обстоит поддержка имейлов? То есть если я SVG вставляю в имейл сообщение? Если SVG… Ой, слушай, хороший вопрос. Поддержка SVG в имейлах… Снова же, наверное, здесь зависит от браузеров, как он открывает. Если… Так как мы пользуемся чаще всего имейлами через веб-интерфейс, то поддержка SVG идет как каждого браузера. Вот. Так что если учитывать сами какие-то имейлы, имейл приложения, не могу сказать честно, вопрос отличный, не знаю. У нас такая задача была и некоторые клиенты вырезают SVG, но я на цели безопасности, чтобы не было там джорска какого-то. Такая задача была. Да, кстати, так как SVG файл, он состоит из XML, туда можно встроить… Да, я части долго не использовали SVG в плане безопасности, чтобы туда нельзя было… Ну, что туда можно встроить какой-то вредоносный код и он боком как бы мог боком вылезть. Вставка хорошо структурированного SVG – это ситуация сферическая в вакууме. Очень часто мы получаем SVG файлики, которые были нагенерены из какого-нибудь иллюстратора с кашей внутри. Вопрос. Есть ли инструменты для приведения таких файлов в порядок? И второй вопрос. Есть ли лейзи лодинг для SVG? Так, давайте я сейчас покажу. Хороший вопрос. У тебя кружку нужно еще будет дарить. Да-да-да, я помню, да, конечно. Насчет инструментов. Смотрите, к сожалению, снова же, мир не идеален. Нет идеальных решений. У меня в последнее время, когда я делал проект, у меня SVG-шная графика попалась с Clipping Mask. И она, получается, как бы не нужна. И я не нашел автоматического инструмента, чтобы ее убрать. Я вручную заходил в каждый файл. Это было, да, я потратил много времени. И, получается, у меня SVG-шный файл в два раза в два раза меньше. Если вам нужно оптимизировать, снова же, можно использовать какие-то плагины для галпа. Можно использовать для оптимизации. Я использую вот этот вот сервис. Но тут единственное, что да, нужно подключать по каждой иконке. Если иконок много, то SVG. Но снова же, он может убрать основные моменты. Там мета какую-то информацию, лишние пробелы, лишние ID-шники, там стили перенести с объявления стилей в атрибуты. То есть использовать вот этот инструмент и какие-то плагины для SVG, чтобы полностью вот… Снова же, так как смотря, как его нарисовал дизайнер. То есть дизайнер может нарисовать, не знаю, там обычную заливку, нарисовать ее этим обводкой. И тогда код как бы возрастает. Тут, к сожалению, вот этот инструмент и SVG-плагины для галпа. Так, еще вопрос какой-то был, да? Или на все вопросы вкатил? Ну, я так, так как я больше вставляю SVG в HTML, то в этом просто как бы нет необходимости. Потому что для SVG я не использую SVG для большой графики. Это, кстати, один момент, когда не нужно использовать, где не нужно использовать SVG. Для фотографии большой графики мы используем Raster. И так как у нас SVG грузится одновременно с HTML, то здесь… То есть у меня не было необходимости использовать Lazy Loin в проектах, где я использовал SVG график. Так что просто не вижу в этом необходимости. Мне очень понравилось про формы. И первый вопрос про них. Там разметка, она семантичная, там input используется или нет? Да, конечно. Да. Давайте сейчас откроем примеры. Есть второй вопрос. Второй вопрос. Если мы хотим анимировано трансформировать SVG, то что мы используем? Если CSS, то в каких браузерах это работает? Или же если мы используем уже SVG свойства, да? Мы меняем SVG свойства, то тоже в каких браузерах это работает? Если мы… Если не сложная трансформация, то трансформация для SVG элементов будет работать в тех браузерах, в которых работает сама трансформация. Если двухмерная трансформация, то будет работать в тех браузерах, где работает двухмерная трансформация. Где-то посмотреть мы знаем Can-I-Use. Это CSS? Да. Ну, SVG можно, допустим, менять там CSS свойства, да? With height. Да. А можно именно fill, там вот это вот SVG. Fill тоже работает везде. То есть обычный атрибут. Если, допустим, там… Везде? По-моему, какие-то работают в других браузерах? Ну, смотри, давайте по порядку. Если возьмем просто fill, это обычный залив, обычный CSS свойства. Она работает там, где работает SVG, с 9 и выше. Хорошо, поменяли. А теперь анимировано поменять. Transition, правильно? Ну, если CSS, то transition. А если с виджи, то там своя спецификация. Нет, если… У SVG есть свой язык анимации, смело называется. Он не работает в E, работает только в современных браузерах. Вот. Если мы анимируем просто обычные свойства, те, которые там просто с transition, то они будут работать там, где работает этот transition или еще что-то. Если… Просто тут нужно конкретный пример взять. Если мы возьмем… Ну, fill, SVG через CSS transition. Да. Будет работать с E10, потому что в 9 не работает transition. У вас цвет будет меняться, но без плавности. Да. А можете все-таки показать как-то разметку форм? Получится? У нас идет обычный input, label и SVG, который отвечает за иконку. Все. Да, хорошо, спасибо. Пожалуйста. У меня вопрос по SVG фильтрам. Где они рендерятся? На GPU или на процессоре? Просто, ну, вопрос именно перформанса. А. Тот же blur. Ну, просто, допустим, с CSS там понятно. Ну, явно можно указать через will change или каким-нибудь хаком, чтобы его отправить в отдельный слой на видеокарту. К сожалению, не могу сказать. Я смотрел, но у меня SVG blur работал быстрее, чем CSS blur, в частности. Вот те моменты. Ну, а если, допустим, сравнить с какими-нибудь… Можно еще Canvas или даже WebGL. WebGL, мне кажется, будет побыстрее все-таки. Ну, снова же, зависит от задачи. Если вам просто нужно там заблюрить какую-то картинку, то я бы использовал. Просто SVG будет работать быстрее, чем подключить туда WebGL. Вот. Так что насчет, где он работает… Хороший вопрос. Можем разобраться там на Coffee Break. Ну, в WebGL, ну, в принципе, там для него ничего не надо, только поддержка браузера. То есть это тот же Canvas, только с 3D-контекстом, по сути. Ну, просто интересно в плане перформанса. И можно побыстрее, по идее, сделать и более сложные как бы шейдеры, сделать, воду там и так далее. Да, кстати, тут был… А, вот один SVG на WebGL, да, был пример там. Делали… Дисторж, ты вот это недавно тоже видел. Да, вода так как бы там с бликами. Ну, в общем, интересно было, да. Да, спасибо. Спасибо за презентацию. Очень было интересно на самом деле узнать, что это такое, потому что на многих сайтах, думаю, не один я видел, что это такое. Так вот, у меня есть вопрос, связанный как раз с рендерингом, скорее всего. И вот, допустим, ну, насколько оно тяжело на разных машинах отображать вот это все. То есть с быстродействием как обстоят дела. Есть ли преимущество использования SVG, именно чтобы, ну, все плавнее, красивее как бы работало. Если в плане просто загрузки страницы… Нет, 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 именно отображение скорости, ну, FPS, грубо говоря. Ну, FPS это только если у нас идет какая-то там… Анимация, все верно, я про это и говорю. Вот, если в анимация, то снова же здесь зависит от количества элементов. Допустим, если вы возьмете много SVG-шной графики начнете анимировать, то, конечно, оно у вас как бы повиснет. Но в тех моментах, где я использую, SVG работает быстрее performance, чем работа с те же самыми CSS элементами. Это, скорее всего, связано из-за того, что SVG имеет меньший размер по сравнению с другими форматами, верно? Ну, здесь такой момент. Смотрите, если мы работаем с обычными изображениями, вы можете анимировать только само изображение. Повертеть, покрутить и так далее. Работая с SVG, вы можете внутри каждый элемент этого SVG как бы его анимировать. И скорость зависит будет такая же самая, как скорость работы с самими обычными HTML элементами. То есть, если вы сделаете CSS для просто там sprite или bottom, оно будет работать медленнее, чем вы сделаете transition, там, transform. Потому что когда мы transform, он переносит на GPU. То есть тут нельзя сказать, что использование CSS будет медленнее или быстрее, чем SVG. То есть SVG в любом случае, если правильно сделать transition, то она будет работать быстрее. А вот, допустим, вот мы изменяем изображение. Именно вот вы показывали там, где изменяли размер именно анимации. Вы можете вернуть назад, чтобы мне так проще было объяснить? Давай. То есть что именно с этим… что происходит с с изображением. То есть там разные три изображения загружены или… Вот. Вот этот? Да, 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 да. Нет. Здесь у нас каждый элемент состоит из… Так, давайте посмотрим. Да. Наши SVG видим, да? Нормально видно. Один есть путь, группа, еще один путь, еще один путь. То есть это одно большое изображение, как видите. Да. Оно состоит из нескольких… А, все, я понял. Типа как свои. Да. Все, я понял. Все, спасибо. Если мы работаем с SVG как с веб-компонентом, ну, соответственно, вставляем его с помощью пазов и так далее. Какие особенности адаптивности? То есть я когда работал, мне приходилось использовать хаки. Вы их используете или как вы выходите в этих случаях? Хороший вопрос. Да, отличный. Когда мы используем для адаптивности, обязательно нам нужно задавать для самого SVG элемента, задавать для него конкретные размеры. Если вам нужно сделать SVG элемент резиновый, нужно использовать padding-хак. Знаете, делаем padding-ботом и он, к сожалению, не так, как изображение. Мы написали max width 100%, а height растягивается. Это первый момент. То есть обязательно SVG элементам задавать конкретные размеры. Потому что в некоторых браузерах оно работает нормально, а в некоторых нет. Если задали конкретный размер, работает. Если на 100 responsive, то через padding-хак. И второй момент, который… были у меня моменты, то что, когда мы работаем с медиазапросами, то когда указываем здесь медиазапросы, это идут размеры не вьюпорта браузера, как мы привыкли по умолчанию, а вьюпорта самого SVG. То есть получается мы делаем медиазапрос от вьюпорта самого SVG. То есть получается SVG это как какое-то такое окошко в мир магии, да. И у нас мы элементами, мы тогда их уже анимируем или там убираем в зависимости от адаптивности. На CSS 3x два года назад была статья по сравнению Canvas с SVG. И было интересно, что до 1000 элементов SVG был более производительным после 1000 Canvas. То есть смотрим, как вы сказали, от задач. Если у нас много детализированный рисунок, то конечно это Canvas. Если менее детализированный, то это SVG. Все сугубо от задач. Спасибо. Да. Спасибо. 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 Спасибо.